Сейчас очень много разговоров о ядерном оружии, и вот говорят в США, если Россия использует ядерное оружие в Украине, чтобы попытаться остановить контрнаступление в СУ, такую атаку страны НАТО должны считать нападением на Альянс. Ну и, конечно, из-за этого всего Совбез ООН по Киеву в 17.00 созывает экстренные заседания, обсуждение будет, конечно же, угрозой теракта на ЗС и тому подобное. Как думаете, почему именно сегодня об этом так активнее заговорили? Потому что мы понимаем, что с самого начала оккупации ЗС угроза существовала, мы знали там о минировании и тому подобное. Сегодня Путин уже готов к чему-то более ужасному, к следующему шагу, к следующую карту свою показать, да, пусть не ядерное оружие, но вот такое. Почему сегодня? Это какой-то опасный момент сейчас именно? Ну, во-первых, насколько я понимаю, был доклад службы разведки Зеленского, в котором, ну, пока не было заявление Зеленского о том, что подобный теракт, ну, по крайней мере, является одним из сценариев российского оккупационного вот этого режима террористического. Вот, и, соответственно, нужно внимательно к этой информации относиться. Дальше Запад тоже прекрасно понимает, что если он будет проглатывать, как бы, один теракт за другим, ну, значит, аппетиты террористы вырастут, да, и если вчера он просто убивал людей, потом он взрывал дамбу, то завтра он может и устроить теракт на атомной электростанции. Вот, здесь все решает жесткость именно НАТО и стран Запада, которые должны Путину четко отправить сигнал. То есть, есть какие-то красные линии, после которых НАТО принимает активное участие в военных действиях. Я думаю, что этот сигнал был Путину послан в ответ на, как бы, информацию о готовящихся, ну, по крайней мере, о планах, об обсуждении вот этих планов, устроить очередной теракт уже на атомной электростанции, потому что это уже накроет, ударит не только по Украине, но и по Европе. Ну, как минимум по Восточной Европе, а может быть и вообще по Европе. Мы же прекрасно понимаем. Еще одна такая опасная информация, заявление. Российская ФСБ заявила о задержании якобы группировки, которая якобы планировала устроить постановочное применение оружия массового поражения в Украине. Это информация для кого? Понимаешь, что, скорее всего, это, конечно, файк, но для кого это? Для россиян, для какого-то руководства военного России. На кого рассчитана такая вот информация? Подождите, это кто поймал ФСБ? Это, да, российская ФСБ заявила, что задержали группировку, которая якобы планировала какой-то теракт. Ну, слушайте, им надо кого-то задерживать. Им нужно Путину доказывать результаты, которых, в принципе, нет. Поэтому в папочку должна попасть информация, что мы не просто так жрем ваши деньги бюджетные, мы не просто так здесь раздули штаты, что мы здесь ловим всех иностранных агентов, нежелательные организации, всех шпионов. Вот видите, некоторые даже пытались атомную бомбу или что там применить. Вот, смотрите, какие мы молодцы, Владимир Владимирович, дайте нам денег еще. Ну, все. Просто, ну, борьба с оппозицией-то, по сути, закончилась, потому что она, оппозиция уже закончилась. Да, кого-то убили, кого-то выдавили из страны, кого посадили. Вот, они же не могут прийти к Путину и сказать, в общем-то, мы все сделали, можно нас распустить, Владимир Владимирович. Не, они должны сказать, а вот теперь, оказывается, это не Навальный, там, Гудков, Яшин, там, и прочие были главные угрозы национальной безопасности. А тут еще, вот, смотрите, появились, вот, видите, люди, которые явно, вот, у нас, по нашим данным, работают под руководством вооруженных сил Украины. Вот, они хотели здесь теракты готовить. Вот, с одной стороны, это Путину нравится такая лапша, да, с другой стороны, эту лапшу надо и показывать тем, кто эту лапшу потребляет с голубых экранов. Вот, чтобы, таким образом, объяснять людям, зачем эта специальная военная операция нужна. Вот, вы видите, что происходит. Если бы не специальная военная операция, то солдаты НАТО были бы в вашем туалете, в вашем огороде, в ваших огородах. Вот, потому что для людей пока, людей они пока не убедили, никто не понимает. Все жили мирно, никто не нападал на страну. Какая-то спецоперация, погибла куча людей. Теперь какие-то дроны уже над Москвой летают, там взрываются. Людям надо объяснять. Ну, вот они как могут, так и объясняют. Поэтому это как в 99-м году, когда были взрывы домов, и спецслужбы были пойманы в одном из подвалов дома в Рязани. Когда сказали, что вы там спросили, а что вы там делаете, они ответили, а это у нас здесь идет, проходит специальное учение. А я думаю, не учение, а просто они там закладывали взрывчатку, хотели провести там, подготовить теракт. Я так думаю теперь. Раньше я так не думал, скажу честно. Я не ожидал, что они настолько кровавые бандиты, убийцы. Я думал, что может действительно учение, может быть еще что-то. Но сейчас понятно, что тогда было. Так что-то такие же, точно такие же учения, точно такие же инсценировки, как это и было 20, уже сколько, 4 года назад. Редактор субтитров А.Семкин